Добрый день, дорогие гости и жители Карачаева Черкесской Республики! Рада приветствовать вас на торжественном открытии Соборной мечети Карачаева Черкесской Республики. По традиции данное мероприятие открывается чтение аята из Священного Корана, читает Хафиз Чипчиков Амир. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Для совершения обряда дуа слово предоставляется Садыку Хаджи Хапаеву. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня в нашей многонациональной, многоконфессиональной республике большой праздник – долгожданное открытие Соборной мечети. Это знаковое событие имеет глубокое значение для всех жителей Карачаева Черкесии, для представителей всех народов и конфессий республики. Это яркий символ того, что в России все народы и религии живут в гармонии, в мире, единстве и в братстве. На протяжении 11 веков ислам является одной из главных религий нашей страны, которая исповедует миллионы верующих. Ислам вносит большой вклад в развитие культуры и духовности современного общества. Он проповедует подлинные общечеловеческие ценности, идеи просвещения, истины, добра и гуманизма. Мусульманское сообщество России занимает значительное место в духовном, этнокультурном и политическом ландшафте российского общества. Богатство этнического и религиозного многообразия, опора на традиционные ценности – это фундаментальные основы нашего общества, важнейшие преимущества страны, позволяющие сохранить единство российского народа, сильное и суверенное государство вместе с открытием для окружающего мира. В торжественном открытии соборной мечети Карачаева Черкесской Республики принимает участие полномоченный представитель президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрий Яковлевич Чайко, глава Карачаева Черкесской Республики Рашид Бориспиевич Темрезов, представители федеральных органов государственных властей и государственных учреждений, депутаты Народного собрания парламента Карачаева Черкесской Республики, члены правительства Карачаева Черкесской Республики, главы администрации городских округов и муниципальных районов Республики, архиерея Русской Православной Церкви, архиерско-пятигорско-черкеско-феофилакт, председатель Духовного управления мусульман Союзной Осетии Алания – муфти Хаджи Мурад Хаджи Гацалов, председатель Духовного управления мусульман Старопольского края – муфти Мухаммад Хаджи Рахимов, представители муфтиатра Республики Дагестан, Республики Каварина Балкария, руководители общественных и религиозных организаций, гости и жители Карачаева Черкесской Республики. Христианство, ислам, буддизм, юдаизм и другие религии, являющиеся неотлимливой частью российского исторического и духовного наследия, оказали значительное влияние на формирование традиционных ценностей, общих для всех верующих граждан нашей страны. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому гражданину свободу совести и вероисповедания, что очень важно на пути строительства правового гражданского общества. Именно свобода исповедать свои ценности верования является залогом способности граждан совместно определить пути развития и обеспечивать сохранение и укрепление государственности. Эта прекрасная соборная мечеть, безусловно, украшает столицу нашего региона. Это здание служит духовным символом, укрепляющим веру, объединяющим людей вокруг традиций ислама-религии, которая несет в себе мир, доброту и милосердие. И сегодня в единстве мировых религий, представленных на российской земле, жители Карачаева Черкесской Республики, граждане России, черпают духовные силы и общенациональное единство. Слово предоставляется полномоченному представителю президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрию Яковлевичу Чайке. Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю вас с открытием новой соборной мечети Карачаево-Черкесской Республики. Мечеть станет одним из самых крупных священных мест для мусульман Северного Кавказа. Реализация данного проекта стала возможна благодаря совместным усилиям органов власти и местного сообщества. Представители духовенства вносят огромный вклад в дело развития Карачаево-Черкесии. Благодаря их неустанной работе в Республике просветает мир и гармония, соблюдаются многовековые традиции и укрепляются высокие духовно-моральные ценности Северного Кавказа. Становится возможным развитие культурной и общественной жизни, создание проектов в социально-экономической сфере. Уверен, жители Республики и дальше будут достигать серьезных результатов с сохранением благих нравственных ориентиров. Желаю вам успеха на благо Карачаево-Черкесии и всей России. Спасибо. Для миллионов мусульман Россия – святая Родина. Мусульмане молятся за ее благополучие, трудятся для ее блага и достойно выполняют свой долг перед ней. Как подчеркнул наш национальный лидер, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, на протяжении столетий российские мусульмане вносят значительный вклад в развитие страны. Их достижение – отлимая часть нашего богатейшего исторического, научного, культурного, духовного наследия. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что нынешние поколения мусульман России с уважением относятся к традициям и обычам своих предков. В ходе проведения специальной военной операции на Украине бойцы-мусульмане проявляют стойкость, мужество и самоотверженность. Важно, что российские мусульмане активно участвуют в расширении международных связей страны. Слово предоставляется председателю Координационного центра мусульман Северного Кавказа, председателю Духовного управления мусульман Карачаева Черкесской Республики, Муфтию Исмаил Хаджу Бердиеву. Уважаемый Юрий Яковлевич, уважаемый Рашид Борисович, уважаемый наш брат Феофилак, уважаемые муфтии, У нас здесь сегодня присутствуют все руководители нашей республики, начиная с депутатов, кончая самыми маленькими общественными органами. Сегодня большой праздник для нас, долгожданный. Еще в советские времена Владимир Исламович Хубиев, он выделил эту землю для мечети. Мы вначале никак не могли согласиться, мы где-то на краю города, надо бы где-нибудь в центре. И вот на этом тянулось. Густаф Азарий Талевич здесь возложил камень, первый камень для строительства мечети. И вот оттуда потихоньку началось, пока не дошло до Рашида Борисовича, все стояло на месте. Как он пришел, взялся за него, вот сегодня мы уже в готовом здании. Красивое здание. Каждая мечеть, она красива сама по себе. В Чечне мы видели очень красивые здания, мечети. Но наша она красива по-своему. И для нас это самая красивая мечеть на земле. Сюда поместятся около 7 тысяч человек. А если праздничный день, выйти на улицу, то уже сюда можно поместить и все 25 тысяч. Дело не в том, где сколько помещается. А дело в том, что люди приходят сюда, чтобы перед Всевышним открыть свою душу, попросить, что ему надо, и получить это от Всевышнего. Каждую пятничную молитву мы просим у Всевышнего, чтобы Аллаху та Аллах принял наши молитвы, принял наши просьбы. И мы это видим. В те времена, когда еще в советское время, когда нам разрешили здесь строить, никто не знал, что будет тут такая вот красивая мечеть. Сегодня, алхамдулля, все это есть. Завтра, я надеюсь, будет еще лучше. Не знаю, лучше как, но я надеюсь, что будет и лучше, и красивее. Самое главное, от человека зависит, от души его. Если он в своих делах, в своих заботах делает то, что предписано нам Всевышним, тогда, иншаллах, все будет у нас хорошо. Дай Аллах вам силы и здоровья, всем тем, кто вам помогал, то, что вы достроили эту мечеть. Это во все времена будут говориться, а, это вот Рашид Бориспиевича построили мечеть. Она так и будет назваться, кто бы его ни строил. Много было людей, которые помогали, строили, но самое главное, это то, что вы его и начали, и докончили до конца. Аллах разову сун, Аллах наманатанда болуус, Аллах молушу сун. Ас-саламу алейкум, в рахматуллах и таала, ва баракаду. Во все времена мечеть представляет собой сосредоточие добра, веры, знания об исламе и играет огромную духовную роль в жизни любого народа. Ислам призывает нас к дружбе, человеческому единству, неустанно трудиться над собственным духовным ростом. Глава Карачаева Черкесской Республики Рашид Бориспиевич Тимрезов. Ас-саламу алейкум, дорогие земляки, уважаемый Юрий Яковлевич, уважаемый Исмаил Хаджи, уважаемый Владыка, уважаемые муфти и гости. Сегодня, на самом деле, я считаю, что один из самых праздничных дней в истории нашей республики, в истории республики многонациональной, многоконфессиональной, очень дружной республики. Здесь в мире и согласии проживают люди всех конфессий, более ста национальностей. И, конечно, самое большое богатство, как все мы знаем и всегда об этом говорим, это наши люди. Да, мы, на самом деле, очень долго ждали этого дня. И хвала Всевышнему, что сегодня мы, наконец-таки, открываем нашу соборную мечеть. Я хочу выразить искренние слова благодарности в первую очередь всем жителям нашей республики, верующим, всем тем людям, которые долго ждали этого события. Эту мечеть, на самом деле, строили каждый житель Карачаева-Черкесской республики. Кто помогал делам, кто помогал своими молитвами. И, слава Всевышнему, сегодня мы с вами присутствуем на открытии нашей соборной мечети. Юрий Яковлевич, я хочу вас поблагодарить за то внимание, которое вы оказываете Карачаева-Черкесской республике в целом. И вот то, что сегодня вы находитесь на очень важном для нашей многонациональной республики мероприятии, еще раз подчеркивает ваше внимание и отношение к каждому субъекту Северо-Кавказского федерального округа и Карачаева-Черкесской республики в частности. Я убежден в том, что у нас будут еще и дальше открываться культовые учреждения. Это и мечети, и православные храмы. И уверен, что мир, дружба между народами, между конфессиями нашей республики, нашей большой России, он будет укрепляться все сильнее и сильнее. Я разговаривал с уважаемым Исмаил Хаджи, вчера буквально разговаривал и с имамом города Казим Хаджи. И мы приняли такое решение, что следующим этапом, следующее строительство, это будет строительство республиканского мадресе в городе Черкесске, которое мы начнем в следующем году. Поэтому еще раз хочу всех поблагодарить. Конечно, хотелось бы очень много назвать и людей, которые начинают рабочих, начинают прорабов, тех, которые здесь находились круглые сутки. Да, мы ее строили, может быть, и долго, но, слава Всевышнему, мы все-таки сегодня на таком очень знаковом для нас всех находимся событии. Я вас еще раз всех поздравляю. Спасибо всем большое, кто принимал участие в строительстве нашей соборной мечети. Спасибо. Слово предоставляется председателю Духовного управления мусульман Северной Осетии Алания Муфтию Хаджи Мурат Хаджи Гацалаву. Я поздравляю жителей Карачаева, Черкесии, жителей города Черкесска, всех верующих, людей, которые и не здесь живут, как мы издалека приехали, с таким знаменательным событием, как открытие такой бесподобной и красивой мечети. Мы, люди сегодняшнего дня, немного забыли в нашей обыденности, в суете, что мечеть – это не только место поклонения. Как сегодня принято, мечеть пришел, помолился – нет. Мечеть на заре ислама и после этого многих веков всегда была местом образования, местом культурным, местом социальным, местом самым главным, откуда мусульманин, начинал свою жизнь, свой путь в этом мире и где он его заканчивал. Это сакральное место для каждого мусульманина. И когда человек молодой приходит сюда обучаться религии, приходит молиться, приходит для того, чтобы приблизиться к Господу своему, и когда наблюдает такую красоту, такое торжество духа, конечно, он не может быть после этого. не тем нравом, о котором мы говорим, о котором печемся. Конечно, вот эти стены, вот эта красота, эта люстра вызывают очень благие чувства, прививают вкус к человеку, к совершенству, к красоте, к возможностям человека. И каждое открытие, каждой новой мечети – это бесподобный, исторический факт. Это есть благо для каждого народа, для каждого человека и для всего человечества. Я не пойму, когда некоторые люди против того, чтобы открывать мечеть, какие-то препоны создают. Эти люди не понимают суть религии, суть религиозной сути человека, потому что для религиозного человека это первая и главная вещь, открытая этой мечети. Для кого-то это второстепенное, может быть, еще далее, отдаленно, нет. Это очень важная суть для человека религиозного – открытие храма, где он молится. И когда ему идут навстречу, он с благодарностью воспринимает и потом помнит это благо. И это суть нашей политики, суть нашей религии, суть нашего взаимодействия. Независимо от национального происхождения, профессионального твоего места в жизни, в религиозной. Я вам расскажу одну такую вещь интересную. Когда ко мне подошли в Осетии очень взрослые люди, мужчина, я его давно узнал, известный человек, христианин, и показывает мне листочки Хаджимран, это что такое, скажи мне. Я говорю, это листочки из Корана. Я, говорит, так и думал. Я принесу его завтра. Войны 58-й армии, когда брали Грозный, 58-й армия, штаб располагается, а не слоцируется в городе Владикавказе. И шли несколько офицеров по городу, разруха, взрывы, и огонь, пламя горит. И проходят мимо одного дома, мимо квартиры, мимо большого дома из квартиры, доносится плач ребенка, это он мне рассказывает. И мы, говорит, забежали туда. Одна комната, больше ничего нет, объята пламенем, никаких, не только детей, нету там живого существа, ни кошки, ничего. Мы, говорит, обыскали, нету и вышли. Когда вышли, плач снова начал повторяться. Это живые люди рассказывают. Мы, говорит, снова зашли, начали искать, ну, нету там, говорит, ничего. Вышли, стоим, ждем, опять плачем. Зашли, говорит, ну, там и вещей столько не было, и спрятаться невозможно. И вдруг, говорит, один из них, я, говорит, увидел, Хуран на столе, он не знал, что это Хуран, но понял, что это религиозная книга, и, говорит, огонь приближается. Ну, мы посмотрели, ничего, говорит, ну, не можем найти, забрали эту книгу, не думая даже, просто поняли, что она сейчас сгорит. Вышли, и плач прекратился. Они приехали в Владикавказ, продолжали службу, а дочь этого человека, султан его зовут, работала у них в штабе, и они, говорит, мы понимаем, что это мусульманская религия, христиане были. Вот, говорит, мы вам даем на вашу совесть, а там, говорит, вы сделайте, чтобы эта книга попала, говорит, в руки тем людям. И он ее ко мне принес. И он говорит, как, что ты будешь делать? Я говорю, отдам Рамзану. И если эта книга по воле Всевышнего выжила, дошла, то она, я думаю, своего хозяина тоже найдет. Я ей отдал ее Рамзану. Вот такой маленький один фрагмент из жизни верующих, из жизни знамени Всевышнего, что все связано, что все мы рабы Божьи, и что это земля, и это место для того, чтобы мы воспитали свой нрав и проявили его к нашим близким, к нашим друзьям, к нашим братьям, ко всем, кто нас окружает. Я думаю и надеюсь, и она так и будет, что эта мечеть принесет такое благо, дополнит благом вашу республику, ваш город и членов многих и многих семей, и отдастся звукам и в дальнейшие, и в дальнейшие поколения однозначно это. Я благодарю всех, кто участвовал в строительстве этой мечети. Я горд, что я сегодня принимаю участие в открытии вот этого прекрасного здания, в котором будут, надеюсь, по воле Всевышнего и десятилетия, и века, может быть, молиться люди и приносить добро друг другу. Спасибо главе республики за его участие. Мы здесь были неоднократно. Только нашего вклада тоже здесь есть. И сегодня с большим таким чувством мы пришли сюда и видим уже в таком виде эту мечеть. Юрий Яковлевич, я тоже присоединяюсь к словам. Я благодарю вас за ваше отношение чуткое ко всем республикам нашего прекрасного региона, ко всем людям. И это участие мы увидели, ощутили. И я думаю, что ответную благодарность вы тоже нашим людей. Нам жить вместе, нам работать вместе, и пусть Всевышний усилит нас, у каждого на своем месте, тем более в такое серьезное время, где мы все должны быть, наверное, вкратно увеличить свои силы, чтобы воспитывать молодых, чтобы создать такое племя человеческое, которое будет трудиться жить для других и в мире в согласии с добрым нравом. Ас-саламу алейкум и рахматуллах и ва баракатуху. Слово предоставляется архиерию Русской Православной Церкви архиепископу Черкесскому и Пятигорскому Феофилакту. Уважаемый собрат Исмаил Хаджи, дорогой Юрий Яковлевич, Рашид Бориспевич, дорогие друзья, сегодняшнее событие без всякого обсуждения является событием значимым не только для нашей любимой Карачаева Черкесии, но и в целом для всего нашего благословенного Кавказа. Исмаил Хаджи сказал о том, что это событие, открытие соборной мечети в нашем любимом городе Черкесии исламская ума ожидала долгий период. Но этот период стал временем, когда не только по своему названию, но и по своей сути это место стало соборным. Это место объединило людей разных национальностей и разных традиций. В строительстве соборной мечети участвовали люди в том числе и жители нашей республики, и наши гости. В строительстве этой соборной мечети в его строительство вкладывали свои силы жители нашей республики, при этом разных национальностей и разных религиозных традиций. Эта соборность является неотъемлемым смыслом истории всего нашего Отечества. Эта соборность является неотъемлемой силой современной России. Я радуюсь за своих братьев-мусульман, потому что сегодня вы приобретаете не только это замечательное красивое здание, но и как правильно здесь было отмечено место общения, место изучения истории и традиций своего народа, место обучения. Говорю это потому, что знаю, что всегда, когда собираются верующие люди, они собираются еще и для того, чтобы обогатить друг друга своими знаниями, поддержать друг друга, протянуть руку помощи, если эта помощь нужна. В собрании верующих ты никогда не будешь человеком одиноким или ненужным, ты всегда приобретешь настоящих и хороших друзей. И пусть так происходит и здесь, в нашей соборной мечети. От православных жителей нашей республики, от себя лично, я хочу пожелать доброго процветания народам нашей республики и нашей уме верующих людей мусульман республики. Знаково, что сегодняшнее событие совершается в год столетия государственности Карачаева-Черкесии. Это значимое событие является еще одним важным убеждением того, что мы достойно продолжаем традиции, оставленные на нашей земле нашими предками. поздравляю всех вас с сегодняшним событием и разделяю с вами сегодняшний праздник. Благодарю за внимание. Слово предоставляется председателю Духовного управления мусульман Савропольского края Муфтию Мухаммад Хаджи Рахимову. Ассалам алейкум ва рахмат уллай и тагаля ва баракату. Мир вам всем, миру вашему дому, вашим близким и родным. И пусть всемогущий Создатель направит всех нас на прямой и истинный путь, который угоден всемогущему Творцу. Мы, соседи Ставропольский край, поздравляем наших братьев с великолепным домом, домом всемогущего Создателя этой мечетью. И хочу пожелать, чтобы она заполнялась так, как заполняется во время намаза и во время джумы. Я хочу, чтобы этот баракат был у нас. Уважаемый Юрий Яковлевич, к вам убедительная просьба. Пятигорск является столицей всего Северного Кавказа. И необходимо, чтобы и в Пятигорске была точно такая же мечеть, можно даже чуть меньше. Ассаляму алейкум варахматуллах варакату. Слово предоставляется имаму города Черкеска Казиму Хаджик Ачиеву. Альхамду лиллях Вассаляту Вассаляму аля Расулли Слава Аллаху Господу миров благословения и приветствия нашему последнему пророку Мухаммаду саллиллаху алейхи вассалям Ассаляму алейкуму рахматуллоги варакату Мир вам милость Аллаха и его благословения Дорогие мои братья и сестры Уважаемый Юрий Яковлевич Рашид Бориспиевич Исмаил Хаджи Гости Карачаева Черкесии и жители города Черкеска Альхамду лилля этот день наступил Поздравляю всех вас с открытием соборной мечети Карачаева Черкесской Республики Это знаменательное событие для всех мусульман мира ведь на земле построен еще один дом Аллаха В достоверном хадисе пророка Мухаммада саллиллаху алейхи вассалям сказано Манбан Манбаналилляхи масчидан баналлаху ляху касран фельджанна Тому кто построит мечеть ради Аллаха тому Аллах построит дворец в район Мы все мечтаем о том что Всевышний Аллах вел нас в свой рай Дорогие участники торжественного мероприятия хочу признаться что лично для меня сегодняшний день является одним из самых счастливых дней моей жизни 25 лет назад когда я приехал из священной Мекки получив высшее богословское образование конечно же я не мог подумать что наступит этот праздничный день по случаю открытие такой красивой мечети но я верил и надеялся на милость Аллаха ведь милость Аллаха это безгранично для тех кто чувствует себя одиноким в этом мире Аллах сказал воистину милость Аллаха близка к творящим добро мы с вами помним то время когда в городе Черкесске не было ни одной мечети даже ни одной молильной комнаты сегодня я вспоминаю то время когда я был еще совсем молодым имамом у которого было восемь прихожан и мы ютились в разных помещениях хвала Аллаху через некоторое время нам удалось построить небольшую мечеть которая смогла вместить до 700 человек в нашем городе молящихся становилось все больше и больше и вместить всех прихожан в мечеть уже стало невозможным поэтому было принято решение о строительстве большой мечети на 7000 человек 3 ноября 2007 года состоялась закладка первого камня а сегодня мы открываем мечеть величественную по размерам и красоте от имени мусульман города Черкесска я от себя лично хочу поблагодарить всех тех кто принимал участие в создании проекта мечети в строительстве мечети и в становлении мечети как таковой кто принимал участие и дал пожертвования иншаллах вам воздастся благам особенно хочу поблагодарить главу Карачаева Черкесской Республики Рашида Бориспиевича Темрезова за то что сдержал свое слово которое он дал во время прямого эфира и к столетию нашей Республики сделал нам такой красивый хороший подарок Аллах дай Аллах вам здоровья хочу также поблагодарить всех кто пришел и разделил сегодня нашу радость ассаляму алейкум ва рахматуллоги ва баракяту мир вам милость Аллаха и его благословения наши праведные предки зная достоинства мечети спешили показания помощи для их строительства отдавая все свое ценное имущество в качестве ваквар когда пророк Мухаммад салаллах алейкум мир ему и благословение совершил хиджур из Мекки в Медину то первым делом он построил мечеть почему он не построил себе дом дело в том что мечеть это место где люди совершают пятикратный намаз коллективно в котором укрепляются узы братства более того когда все люди богатые и бедные и сильные и слабые встают в один ряд для поклонения своему Господу между ними усиливается чувство братства сострадания друг к другу мечеть в этом плане носит мощный социальный характер способствующий укреплению уз братства у нас в регионе при поддержке руководства республики создается благоприятное условие для духовного развития общества строятся мечети православные храмы открываются воскресные школы медресе которые способствуют укреплению нравственных основ общества и сегодня в этот незнаменательный для всех жителей Карачаева Черкесской республики день от имени представителей религиозной умы нашего региона хотелось бы выразить слова искренной признательности и благодарности людям внесшим посильный клад строительства этой прекрасной мечети уважаемые земляки каждый из нас уверен что соборная мечеть Карачаева Черкесии станет для мусульман республики важнейшим духовным центром источником просвещения распространения гуманистических идей подлинных ценностей ислама будет нести знания и духовность поможет объединить усилия не только мусульман но и людей других вероисповедания во имя благих общих дел пусть в этой прекрасной соборной мечети будут читаться пятничные проповеди и проводиться пятикратные намазы обряды на имя наречения никях и религиозные праздники призываем всех граждан нашей великой родины творить только добрые дела оказывать помощь тем кто в этом нуждается любить и беречь свое отечество еще раз сердечно поздравляю всех мусульман с этим долгожданным и очень радостным событием добра вам мира счастья и процветания мероприятие торжественного открытия мечети Саворной мечети Карачаевской Республики объявляется закрытым АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ